Добрый вечер, уважаемые зрители футбола! Сегодня вторник на канале РГВК, передача про футбол, как обычно. Как вы заметили, на нашем тренерском мостике сегодня замена. Вместо заболевших, к сожалению, Анжелы Рахимовой. Сегодня у нас будет вести передачу Наталья Дарснек. Прошу любить их заловать. Наталья, с почином. Добрый вечер. Спасибо, Эдимир. Надеюсь, оправдать ваши ожидания. Мы тоже надеемся и думаем, вы оправдаете наши желания. Сегодня у нас в гостях два гостя. Один у нас будет непосредственно в студии. Это тренер, помощник главного тренера, биолог Новокубанс. Всем нам хорошо известный Анзур Саддиров. А также, поедя в связи, Рамазан Гаджимурадов, который отличился дважды на этой неделе за свою команду «Урал». Рамазан, мы приветствуем тебя. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Рамазан. Так ворвался в новостные ленты, дублем отметился. Скажу честно, не ожидали, что вы так, можно сказать, катком пройдетесь по команде Ростова в этом туре. Что этому поспособствовало, скажи? Ну, я думаю, тренировки, конечно же, в первую очередь. И последние игры мы все хорошо играли. Что с Сочи отпустили победу, выиграли «Локомотив». И я думаю, после тем более топовой команды «Локомотив» мы где-то отрылились и уже проехались по Ростову. А этому могло поспособствовать появление в вашей команде Игоря Шалимова? Вы долгое время были в аутсайдерах. В аутсайдерах, да. И тут пошли. Ну, да, конечно, возможно, что Шалимов пришел, что-то свое начал вносить в команду. И, понятное дело, сразу это все невозможно наиграть. И вот через время, через время, вот, к концу первого круга мы уже разыгрались. А что он изменил, как вы думаете? Схему, в первую очередь. А дальше, ну, так, где-то эмоции это брало. Больше и на эмоциональную составляющую, или на тактическую? Ну, и тактическую тоже, потому что схема новая, и много перестроений, и много, чуть совсем по-другому играется, нежели четыре защитника. Скажи, а вот с приходом Игоря Шалимова твоя роль же тоже изменилась на поле? Если раньше мы видели тебя где-то с венгером таким справа, который играл полузащитник, то теперь ты как-то играешь ближе к атаке, ближе к нападающему? Да, раньше четыре защитника играл чуть-чуть с края, а сейчас я играю, располагаюсь между линиями, ну, ближе к ворот, чтобы сразу разворачиваться, там, создавать... Вот твоя позиция получается, как бы, и ты не нападающий, и не чистый полузащитник, такой атакующий полузащитник, больше как бы назвать, в этом плане. Может, это поспособствовало тому, что ты именно дважды отличился? Как бы соперники не улавливали тебя между этими линиями, твой первый гол, он, честно говоря, феерический, никто не ожидал, все рассчитывали, что ты именно дашь передачу в этот момент, а ты пробил так, так, что, наверное, застал Писякова врасплох. На самом деле, мне с краю больше удобнее играть, чем вот на позиции, которые я сейчас располагаюсь, но я уже привык, и поэтому, я думаю, вот дало свои годы, и как бы поначалу новой позиции, мне шаливо много объяснял, как, где располагаться правильно, чтобы быть угрозой, ну и вот, постепенно я уже вышел на это. Ну, возможно, это, как бы, вот, твои несколько предубеждений, что ты считаешь, что с краей более удобно. Сейчас ты бой, сейчас освоишься и начнешь, станешь просто грозой всех команд чемпионов. Да, Жорг, да, я вам. Скажи, ты, получается, очередной представитель Хасаюрта в премьер-лиге, помимо тебя еще забивали и Махач Гаджиев, и Арсен Акаев, да? Настолько хорошая хасаюртовская школа футбола? Или тебе, вот, ты пробивался, вот, за счет силу своего характера, напористости, харизмы? Я думаю, что в силу напористости характера это очень много решает. Да и фарт нужен тоже, чтобы заиграть. Где-то чья-то помощь, там, вот, Байдулаев, Михаил Алиевич, он в свое время меня в Москву отвез, и там уже я уже развивался. Так что где-то доля фарта тоже нужна, чтобы заиграть. Есть много талантливых футболистов, которые играют по уровню третьей лиги, там, второй лиги, но у них такого нет шанса попасть, попробовать в более высших пыли. Рамазан, спасибо, что был сегодня с нами. Мы уверены просто. Помимо того, что я, как только тебя увидел в составе команды «Урал», следить начинал за этой командой и за тобой лично, но и большинство болельщиков дагестанских именно это делали, вот, можешь, у тебя есть возможность обратиться к нашим дагестанским болельщикам, которые наверняка соскучились по большому футболу, и сейчас они просто, им приходится следить за игроками, за тем же Гамидом Агаларовым, Глебовым, который закончил Академию Анжи, за тобой в Урале. Можешь обратиться, какими-то напутственными пожеланиями на Новый год, что-нибудь пожелать? Ну, в первую очередь, хотел бы сказать, мы это все видим, замечаем, то, что нас поддерживают, и это очень приятно. Хотелось бы, чтобы дальше так поддерживали, и, конечно же, хочется, чтобы в Дагестан снова вернулся футбол, как в былые годы Акжи, но пока то, что есть, и думаю, что дагестанские болельщики все это теплоту на нас направят, будут мотивировать, чтобы дальше что делать. Спасибо, Гаджимурат. Спасибо. Мы прощаемся с тобой. Желаем тебе расти и продолжать так же успешно свою карьеру, и радовать нас своей игрой на футбольных полях России и международной арене. Спасибо. Удачи. Спасибо. 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 Анзор, тогда скажи, а что нужно сделать, чтобы все-таки мы вернулись на вершину, скажем, российского футбола? Вопрос интересный. Что-то может спасти нас? Конечно, конечно. Тут, если в судьбе футболиста очень большую роль играет фарт, то для того, чтобы глобально решать такие проблемы, задачи, нужна работа. Нужна работа на всех фронтах. В первую очередь должна работать детская школа, чтобы, когда мы туда придем, люди же приходят, наши болельщики хотят смотреть, первую очередь, на своих футболистов, на своих доморочных игроков, а потом уже, конечно же, и большой мировой уровень футболистов. Вот. Ну, надо запастись терпением. Мы видим, что сегодня тоже в этом направлении ведется большая, огромная работа. В республике три команды. Правда, хотелось бы нам, чтобы это была все-таки такая поступательная лестница. Распределение. Да, конечно, конечно, да. Премьер лига, первая лига и вторая. И тогда в этом случае мы бы не конкурирули бы друг с другом. Но сегодняшние реалии такие, что хотим, если брать, отойти от каких-то предвзятых отношений или там симпатии, да, чтобы все-таки хотя бы одна из наших команд вышла в первую лигу и была в премьер-лиге и так далее. Как это сделать? Ну, вопрос интересный. Вам, как тренеру биолога, одному из тренеров биолога, несколько со стороны виднее в этом плане. Вы играли с каждым соперником махачкалинцев, при этом и соперником Динамо Махачкала, который Янжи, который находится вверху турнира. Как несколько оценить их? Можешь со своей стороны? Оценить наши команды? И наши, и соперников, и Чайку, и Скоростов. Ну, прямые конкуренты за выход на повышение, за повышение в классе, который борется. Если взять не наши команды, не нашей республики, то я бы поставил бы, наверное, вот, кого бы стоило опасаться, это, конечно же, Чайка по подбору футболистов и по уровню там, и амбиций. Скоростов, да, хорошая скамейка, очень ровная команда, видно, что игроки подобные, мастеровиты, и против них тоже тяжело было играть. Если же брать наши три команды, ну, со всеми мы сыграли, с Легионом даже уже две игры мы провели, одну дома сыграли ничью, вторую мы проиграли тут. Ну, что могу сказать по Легиону? Команда, славила своей организацией игры. Если сравнивать эту команду с командой, которая была в прошлых сезонах, то мне кажется, что в прошлых сезонах она была, особенно в прошлом сезоне, когда она выдала, то она была более организованная, более опасная, что ли, в этом случае. Хотя и в этом году ни одна команда не сбрасывает. Все отмечают, что против нее всегда тяжело играть. Анжи, ну, Анжи, это бренд, Анжи бренд, там ребята играют, все наши ребята, как и в Легионе, но эта команда берет тем, что она уже давно уже играет в одном составе. Вот, и у каждой команды есть свои плюсы и минусы. Вот, есть свои проблемы и большие проблемы, такие, которые на сегодняшний день тяжело решать, какие-то задачи, хотя делают максимум для того, чтобы решить, я знаю, это не понаслышке, для того, чтобы выйти в первую лигу команды Анжи. Если брать команду Динамо, ну, как тут не отметить, что эта команда на порядок стала сильнее, причем по всем фронтам, очень хорошие ресурсы, материальная составляющая, инфраструктура, то есть у нее, если брать из всех трех команд, то у Динамо на сегодняшний день самая благоприятная почва для того, чтобы решать задачу и выходить в первый ролик. Так что я всем трем командам желаю от души побед, удачи, чтобы они решали свои задачи и решили их. Как-то так. Стараюсь быть нейтральным, но у меня это очень плохо получается, потому что в каждой команде есть частичка своей души. А вот возвращаясь к соперникам, в игре с Анжи вам пришлось соперничать с вашим братом. Расскажите ваши эмоции, ощущения вообще. Как это? Какие могут быть эмоции? Постарался во время игры убрать на второй план родственные отношения, уж точно. Настрой был только такой, что играть на победу по-другому никак. Ну, это тяжело отключить одну часть разума, да, и включить рабочий момент. Но, так или иначе, первостепенная задача стала именно такая, чтобы играть на победу. А там, как получилось, да, я после игры был очень зол, я, ну, полчаса минимум, наверное, не мог к себе прийти, но это была больше злость не команде соперников, не к Анжи, а к своим подопечным. это обычная реакция. А? Обычная реакция. Она была даже чрезмерно проявлена. Нет, но вам свойственно после неудачной игры на такие эмоции. Скорее, да, чем нет. Ну, вот как раз-таки готовясь к сегодняшнему эфиру, просматривая интервью Назаренко, Леонида и Ваша, вы как будто повторяете слова друг друга, там, у нас не было агрессии, или наоборот, мы сыграли агрессивно, футбол это борьба. На что вы делаете акцент? Что бывает до игры? Какие наставления вы даете своим игрокам перед выходом на футболь? Именно на агрессию, на борьбу? Ну, мотивация должна быть разной подходы, и то, что мы говорим в одном направлении с главным тренером, это больше говорит о том, что мы смотрим одинаково на одни и те же вещи, и если у нас совпадает, мы не сговариваемся абсолютно. У меня есть свое мнение, оно не всегда бывает такое же, как у главного тренера, мы советуемся, но в большей части, да, мы попадаем в точку. То есть, когда нету агрессии, ну, футбол-то борьба, понимаете? А с братом до игры общались? Да, вот, кстати. Или, или, или как-то сознательно они не шли на это? Вы имеете в виду именно перед Экаре Санджи, да. Потому что это такой... Разговор был, разговор был меньше, чем обычно, скажу так, меньше, уж точно, меньше, чем обычно, потому что, ну, ни к чему, знаете, вот эти разговоры уже прекрасно, я знаю, во что... Нет, мы понимаем, что вы оба профессионалы и на такое не пойдете там. Ну что, на договорную машину? Нет, этот вопрос практически исключен. И не только с братом. А после игры он позвонил, как и посочувствовал, или наоборот, там, ну, Ну, после игры я еще энное время находился вместе с ними, поэтому игра это игра, после игры надо как можно скорее от этого отходить. это моя проблема, то, что я могу еще долго висеть и переживать, там, в голове прокручивать игровые моменты. То есть, надо уже убирать эмоции, и во время игры тоже, кстати, тоже для тренера очень важно убирать эмоции и все смотреть с холодной головой, то есть, компьютер не должен нагреваться, потому что, как правило, пойдут сбои, и там можно ломать такие дров. Ну, понятно. А вот человек вашей профессии, он должен как-то постоянно совершенствоваться? Абсолютно. Всегда. Ежеминутно. А есть момент, когда можно упустить время, допустим? Это же, как бы, ну, незаметно это проявляется, да, вот даже ваш наставник, не наставник, но он наставник вас бывший, Леонид Васильевич Назаренко, да, он один из тех столпов, который применил, начал применять именно в России зонное построение игры. Один из первых. Один из первых, вместе с Долматовым, да. И вот, как бы, сравнивать Назаренко той эпохи и сейчас, да, где он тогда был, где сейчас. Возьмем того, что далеко не ходить, Маурини. Это был просто величина мирового масштаба, и рядом с ним, как бы, никто не стоял, за штатным портом он стал обладателем в виде чемпионов, да, выиграл все, что можно. Но сейчас его результаты не блещут. Хотя, при всем при этом, уже, как бы, он работал с топ-клубами, а сейчас, как бы, чуть ниже, да, но это сказывается, все-таки, и возраст, и время, что вперед пошли другие идеи, другие инновации, как бы, он немножко упустил время. я имею вот это, скорее всего, Наташа, Наталья тоже имела это в виду. Это же очевидные вещи, Адемир. Время идет, время для всех одинаковое, и новые тенденции, новые какие-то технологии применяются, да, и в футболе, в частности. И, естественно, если ты будешь жить прошлым, то тебя обгонят уже сегодня, а завтра ты уже будешь просто невостребован. Поэтому очень важно каждый день по мере возможностей совершенства ты не можешь стоять на одном месте, ты не можешь быть доволен тем, что ты выучил наизусть одну тактику, одну схему, и ты думаешь, что она всегда будет прокатывать. Нет, выигрывают те люди, которые в теме, скажем так, которые все время в тренде, которые развиваются. И мы сегодня видим, что очень много молодых тренеров в большей степени с Европы, а если еще более детализировать, то с Германией, мы видим, очень много молодых тренеров, которые сейчас очень востребованы. И мне очень нравится работа в премьер-лике, как работает Шварц. Команду интересно смотреть. Я думаю, что чуть-чуть изюминку потеряла свою та же команда Краснодар с уходом Мусаева. Худо, бедно, у нее был свой почерк. Да, она могла пропустить но на нее было приятно смотреть, на нее люди шли. Она была зрелищной, да. То есть, знаете, задача все время совершенствоваться и не терять свою зимнюю, да? Посмотрите, что происходит. Скажите, Анзор, а вот может с этим связано, то, что вы после Легиона, где вы были, Легион 1, где были главным тренером, пошли помощником биолога на Кубанске, Леонид Васильевич Назаренко? Ну, может, тоже своего рода совершенствование? Между этими переходами у меня еще было... была работа, но мы не будем ее в расчет брать, потому что это детский, юношеский футбол. до детского, юношеского футбола... А мы все-таки об игре говорим. Опять же нет. У меня еще до детского, юношеского футбола, после Легиона, была хорошая школа ФК Машук в Пятигорске. То есть, я там проработал чуть больше полугода. Но в любом случае опыт. В любом случае огромный опыт. Я ни в коем случае не жалею. Абсолютно. Да, не получилось. Но у меня есть понимание, почему не получилось. Вот если бы я не знал бы, в чем причина, где мои ошибки, а они у меня были. Они у меня были в достаточном количестве. Но и в то же время я понимаю, что пока ты эти ошибки не наделаешь, тебе тяжело будет дальше развиваться. Конечно, было бы великолепно и удобно, когда у тебя есть очень мощный тренерский состав. Штаб. Одному тяжело, как бы то ни было. Да, ты должен быть в тренде. Но когда у тебя есть команда, все дела намного легче решать. И где-то ты не увидел, другое увидел. Вот в этом промежутке между Легионом и ФК Биолог у меня был вот этот опыт. Ну, а дальше о том, как, об опыте уже непосредственно биологии на Лакубанск, если я не Донусилович Мазаренко, мы говорим, поговорим после рекламной паузы на телеканале РГВК. не уходите. Итак, мы снова в эфире. Хотели напомнить нашим телезрителям, что вы можете задать интересующие вас вопросы нашему гостю по номеру телефона 808-960-408-80-04. Так все-таки, Анзор, вот мы поговорили о промежутке работы в Машуке и потом перешли в биолог, да? Ну вот именно за опытом вы что-то пошли? Соскучился по взрослому футболу. Если так коротко сказать, то, наверное, вот так вот. В чем ваша обязанность там заключается? Ну, как любой помощник, наверное, продвигать идеи главного тренера? Нет, и не только. Предлагать свои, аргументировать, обсуждаем. То есть, тут идет в этом плане вполне такой нормальный рабочий диалог. Что-то где-то, ну, как вам сказать, подносчик снарядов с одной стороны, подносчик новых идей. Потому что иногда бывает, что у главного тренера чуть-чуть уже глаз домоливается, а где-то свежий объективный взгляд или же там совет необходим бывает, что во время игры, что в тренерочном процессе. Ну, в общем, тренерской деятельности. Поэтому тут большая работа. Ну, вот о самом клубе можно вот вкратце рассказать, и мы перейдем потом про дагестанский футбол. вот это он частный или все-таки муниципальный? Ну, насколько я знаю, спонсор биофабрика. Биофабрика? Да. Стратегически важный объект страны. Так что, ну, и благодаря президенту любви его к футболу, эта команда существует и по сей день. Так что, в наше время команду содержать даже во второй лиге это большие затраты. Согласен. А с учетом того, что сейчас происходит, наверное, я секреты не рассказываю, то как ужесточились требования, то просто я немного недопонимаю, что они хотят в этом плане. Богатых сделать богатыми, бедных вообще уничтожить, не знаю. По мне, вот, кто-то скажет, кто-то скажет, наверное, в три команды, например, в республике это многовато в одной зоне. В одной зоне может многовато, но уж точно в этом случае выигрывают футболисты, ребята, у которых есть вариант попасть в одну из трех команд местных. И это хорошо. Я за здоровую конкуренцию. Анзор, нам прислали вопрос в студию, да, и спрашивают, хороший такой вопрос, вот ты, как родной брат, как оцениваешь работу, Артура. И желательно, чтобы без огибающих таких моментов. Прямо? Да, прямо, вот как есть. С учетом тех факторов, в которых ему приходится работать на пятерку. Да, у него непростая ситуация, как у самого клуба. На пятерку, однозначно. тогда объясни. Ну, расшифруй. Есть вещи, которые я не могу все рассказывать, потому что это работа клуба внутри. и я как сторонний наблюдающий... Давай я тебе тогда немножко помогу в этом. Давай попробуем. Клуб не имеет возможности дозаявлять игроков. Клуб три года варится в социальном соку. У игроков усталость уже, накопившаяся от одних и тех же, можно сказать, людей. Нету какой-то динамики в этом плане. Но при этом плюсы, они сыграны. Они сыграются с каждым туром, с каждым годом. Но вот при этом он как-то балансирует на этих плюсах и минусах. Можно вот так сказать? У тебя есть что добавить? Такой строгий аналитик, Адемир. Ну, все подмечено довольно-таки тонко и правильно, Адемир. А со своей стороны могу добавить, разве что очень много, очень большой объем работы, которую вы не знаете, но которой я это вижу, когда бываю дома, и я это слышу, когда бываю по работе в Новокубанске. И эти слова, они не пустые, естественно, это могут подтвердить и административный штаб клуба, и сами ребята в первую очередь. Потому что практически у них нету возможности где-то дать себе слабеньку. если они это сделают, им уже давно было бы крыша. Ну, так, если так сказать. В такой ситуации всегда же есть потолок, предел. И дальше понимаете, ну, то, что они не могут дозаявлять, это, одни могут сказать, да, это плюс, да, можно это плюсы выжимать, но и в то же время, ну, как вот, когда организм выжить уже нечего, да, и ты что делаешь, кровопускание, да, или же набор какую-то витаминизацию проводишь, ты вводишь что-то новое, а у них нет этой возможности, и в этом случае ты без конца работаешь на износ. И я понимаю, я могу себе представить, что очень психологическое такое моральное у ребят может быть уже истощение быть, да и у всех работников. Ну, нужны какие-то вот, ну, не стрессы, а шоковые терапии какие-то, нужны новые эмоции, желательно положительные в этом случае, в этой команде. А то, что у них нету базы, то, что сегодня они находят в таком состоянии, что они ищут где провести тренировку, тренировочный процесс, сборы, все остальное. Ну, ты старший брат, да, в этом плане? Тебе не кажется, что немного харизмы не хватает Артура? Он же учится. По нему видно, что он добрый, он мягкий. Кто, он добрый? Ну, со стороны. Вы этот вопрос задаете в любом из работников клуба «Анджи», в любом, абсолютно, и вы услышите из ста вопросов, ну, из ста работников, они вам все в один голос ответят, и они тебе скажут полную противоположность. В этом, ну, в таких условиях работы, может, это и плюс, может быть, и минус, не знаю. Все-таки нужно уметь варьировать. И кнутый пряник. Понятно, все методы хорошие. А вот после биолога вы куда планируете, какие планы? Пока у меня контракт до конца этого чемпионата. Куда? Ну, конечно же, хочется. Ну, каждый солдат хочет генералом быть. Я думаю, что тут много факторов должно срастить, чтобы получилось так, как я хочу. Но самый важный момент, это нужно для этого что-то делать. нужно работу какую-то проводить, нужно саморазвиваться, самосовершенствоваться. И только в этом случае ты можешь рассчитывать, что ты попадешь туда куда-то ходить. Может, не сейчас, но чуть попозже. Главное, не останавливаться. Вот у меня такой вопрос, да? Мы уже перейдем уже к дагестанскому футболу. Мы говорили о том, как, что нужно сделать, чтобы все-таки поднять его. Но при этом поговорим о Академии Анжи, потому что получается так, вот у нас в премьер-лиге играет Гамит Агаларов, лучший бомбардирь чемпионата. Воспиток Академии Анжи. Данил Глебов призвался в сборную России, его призвали, да? При этом плеяда такая, коллектив был в свое время хороших тренеров, в том числе и вы там работали. Артур, по-моему, тоже, да? Нет, тогда он еще играл. Но он был помощником Анжи 2. Это уже чуть ближе переформации Академии. Ну да, он еще застал, да. Получается, да, вот, что все-таки упор надо было делать тогда, может, на воспитание своих кадров, ну, нежели приглашение таких звезд, чтобы вот так заявили о себе и сдулись. И потухли, да. Ну, по мне работа проводилась правильная, потому что нужна была шумиха, а шумиха, знаете, как вот сразу же пах, и надо было дать больших звезд, то, что и бум этот футбольный произошел. На этом фоне самый важный момент, то, что не забыли о самом главном, это об Академии, о создании Академии и воспитании своих кадров. Ну, я считаю, что это одно лучшее проявление тогда, это создание Академии. Ну, это самое большое воспоминание, что ли, от того, с чего началась вообще эпоха Анжи, территория. Ну, я вот такой вопрос, как мама футболиста, хотела бы уточнить, что вы посоветуете начинающим молодым футболистам, как тренер, да, какие-то есть, может быть, секретные фишки на поле, что вы вообще посоветовали? Я бы в первую очередь посоветовал бы родителям, чтобы ни в коем случае не были бы они тренерами своих детей, а были самыми яркими болельщиками, да, ярыми болельщиками, да, при любом раскладе, при любом раскладе. И понимаете, сегодня, а в то время тем более, многие родители хотели свое желание воплотить через своих детей. А ребенок не хочет, вот он не хочет. А нет, сейчас это модно, давайте футбол, ну, футбол всегда будет модным, игра номер один, вот. Отдавайте ребенка, смотрите, присматривайтесь, его, не его, нравится. Самое важное, основная задача тренера, особенно маленьких детей, это чтобы ни в коем случае у детей не пропал интерес к футболу. На каждой стадии развития есть свои определенные точные задачи, то есть не надо его в это время там учить, там, как надо стоять Но как не огорчаться проигрышем? Еще раз. Как не огорчаться проигрышем? Фух, хороший вопрос. Ищите, даже в этих проигрышах ищите позитив. Ищите, вот он 10 раз ошибся, но один раз сделал что-то хорошее, делайте акцент на этом хорошем. Это из той методики, я ее приветствую, потому что, я же говорю, на раннем этапе важно, чтобы ребенок не потерял интерес. И у нас как, у нас же чуть-чуть менталитет свой горский, ты давай, там должен первыми, по-любому должен первым, да, но тут главное не перегнуть палку, понимаете, да, потому что, ну, ты хочешь, да, чуть терпение надо запасить, просто элементарно нужно запасить без терпения. А в детском футболе уж тем более. И почему мы сегодня говорим об Агалареве, почему мы сегодня говорим о Глебове, а почему мы сегодня можем говорить о Бабкине, Бабкин, который играет в Локомотиве. Который дебютировал в Лиге Европы, в Локомотиве. Да, абсолютно верно. Это тоже, как мы... По-моему, ваш воспитанник. В Академии, Анджей. Наш воспитанник, я не могу говорить так уверенно, но могу сказать, что была очень хорошая селекционная работа во главе с Рамазаном Ахмедовым. То есть, он находил, он нашел того же Глеба, он нашел того же Бабкина, он нашел этих многих вратарей, которые молоды, ну, пока еще играют по ФНЛ. Ну, то есть, что мы сегодня имеем, это продукт большой, огромной работы. И работа не только Академии, а еще той же школы Маркарова, которую мы не имеем права забывать. Мы не можем пропускать мимо внимания тех школ, которые отдали на тот момент своих лучших игроков. Понимаете? Они же не сразу же стали... Вернее, не мы... Мы можем говорить о продукте Академии Анши где-то с 2002 года рождения и младше. А вот все, что пораньше, в любом случае, у них уже была какая-то заложенная работа тех школ, тех тренеров, где они до Академии Анши... Немного поправили с 2000 года, когда Настан Говаров тоже 2000... 2000 года. Я говорю, что мы не можем говорить, что это чисто продукт Академии Анши. Я про это говорю. Это да. Это отчасти продукт Школы Маркарова. Совместно. Сегодня вся команда Анши на 90% состоит из воспитанников Академии. Они востребованы. Они востребованы. Они востребованы. У них у всех практически есть предложения. На уровне ФНЛ, Премьер-лиги. Они просто там, знаете, вот так получается, что не могут сейчас они оставить и уйти. Но то, что они на слуху, то, что они на карандаше, это 100%. возьмите тех же ребят, которые сейчас у нас в Динамо играют, в Легионе играет большая группа игроков, которые прошли эту школу. Так что хотим мы своих доморощенных, нужно вкладываться вон туда, в детский футбол. А что дала вам тренерская, ну, академия? Академия? Да. Ну, во-первых, как она что дала? Понимаете, в то время, когда все зарождалось, у нас были специалисты. Хорошие, плохие, но они были, те же голландцы. То есть заставили нас чуть, знаете, наш кругозор они расширили. Кто бы, что бы не говорил. Хороший педагогический состав, тренеры, у нас была возможность обучаться, мы могли выезжать на какие-то семинары, мы могли выезжать за рубеж на турниры, где мы увидели, как там проходят эти турниры, как готовят в той же школе Аякса, к примеру, да, и мы попытались оттуда взять то, что к нам подойдет, ну, не все, правда, да, и в то же время мы понимаем, что теперь, что наше, что не наше. Вот такой вопрос, мы говорим об Аяксе, о школах, голландской школе, но при этом вот такие иногда возникают вопросы. Позвонили из села Губден, говорят, хорошие ребята, замечательные, любят футбол, но нету поля. Вот что им делать в этом случае? Конечно, можно сказать, не к нам, не к вам этот вопрос не может быть адресован, но как выходить из ситуации? Как выходить из ситуации? Да, тут, конечно же, в идеале было бы хорошо, но я знаю, есть какая-то программа, точно не мог, чтобы не ошибиться. Там он при федерации футбола да, есть такая программа, где уже об этом задумались и делают какие-то шаги, то есть уже пошли действия тоже. И чтобы нам не потерять тот изумруд, тот талант, ту звездочку, да, на раннем этапе развития его, нам нужно все-таки где они обитают, где они живут, не меняя их обычную среду обитания, создать им там на местах условия. И мы сегодня видим, что Дагестан одна из самых больших республик на Северном Кавказе. Территория большая, естественно, тому же ребенку с Южно-Сухокумска или там с южных наших земель добираться будет проблематично, но нет условий, материально базов нет, у родителей нет возможности. В этом случае нужно делать там, нужно создавать там условия, инфраструктуру наложить, поля скилить, условно, вот. Ну и, естественно, ни в коем случае нельзя сбрасывать, кто будет тренировать этого ребенка, то есть тренерский коллектив. Вот эта команда, ну, мы должны об этом тоже задумываться очень сильно. сегодня я знаю, что хорошая работа проводится по развитию футбола в Южном регионе, в том же городе Дельбент, ФК Дельбент, да, у нас есть там, есть поддержка, самый важный момент, есть поддержка от администрации города, от района. Там администрация заинтересована. Я бы вот, не знаю, посоветовал бы, да, скорее всего, должна губдинская администрация связаться с Федерацией футбола Дагестана. Это на уровне Хакимов, да, там. Нет, программа есть по развитию футбола, где можно это поле получить там чуть ли не бесплатно, может даже какие-то копейки, но в эту программу войти, надо составить там, какие-то документы сделать, вам в этой Федерации помогут, вам подскажут, что делать, да, вам главное, чтобы, это на уровне администрации, чтобы они обратились, зашли в эту Федерацию футбола, связались с Шахабудином Микаиловым, и он не раз об этом ратовал и говорил, что вот такая возможность есть, и вы выйдете из этого положения, насколько это возможно? Ну, значит, какая-то информационная блокада стоит, в наше время-то не проблема, наверное, узнать, есть много вариантов, как донести эту информацию, почему они ее не знают, ну, я не могу на этот вопрос ответить, вот, ты сейчас рассказал, если как, я тоже слышал об этой программе, где министерство готово от себя, от своей организации постелить поле, только дайте нам территорию, землю, где администрация района, того или иного, готова предоставить именно под эти нужды, и думаю, вопрос решен, по большому счету, казалось бы, легко, да, а как там решается, в кабинетах, кулуарах, это уже другая история, потому что множество ребятишек, которые в горах хотят быть футболом, в том же Буйнакске наверняка есть футболисты, но мы о них не знаем, и можно перечислять, мы сейчас в начале с Рамазаном, когда беседу вели, Хасаюр называем, Хасаюр это вообще отдельная история, да, там просто один спорта Хасаюр, чем-то Каландайк, спортсменов, чемпионов и больших звезд, да, а других регионов не меньше, поверьте мне, поэтому нужно развивать на местах, на местах, чтобы мы могли рассчитывать, что мы не потеряем кого-то, тут надо вот минимизировать эти потери. Лепестных игроков, да. Вот Наташа по секрету меня попросила задать этот вопрос, потому что мы говорили о ИСУ, который занимается футболом, он полузащитник, и спросила, вот какие секреты, фишки ты как полузащитник можешь ему не помним твое выступление за Динамо Махачкала, хотя бы те штрафные, которые ты исполнял, как их надо, дед? Ну, рецепт один это плодотворная работа, ежедневная практически, то есть ты этот навык отрабатываешь методом ошибок, методом вот этих проб из конца, да, и сейчас, конечно, я не буду здесь покалывать, но у нас очень много мастеров стандартов, да, поэтому это не проблема. Вот такой вопрос. Главное работа. Есть футболисты, вот которым с рождения Бог целует, да, Артемичка, Леонель Месси, ну, уже с рождения он готовый футболист, и там только не мешай ему, как говорится, да, но не все же такие. Что тем ребятам, которым недавно было, да, много ребят, которые разочаровываются и просто бросают. Что им можно посоветовать? Да, вот можно, не имея талант, да, как бы приобрести, так скажем. Науки, да, те же науки, да, тут важно понять одну вещь, ну, яркий пример, это вот две звезды, да, я, как поклонник Барселоны и таланта Месси, вот я бы ребятам больше пример стоял бы не Месси, я бы больше стоял пример Роналду. Крессион Роналду? Да, абсолютно верно, потому что это тот продукт усердной работы, профессионального подхода к своему делу, и на раннем этапе, конечно, мы будем говорить о трудолюбии, надо просто вработать, работать, работать, еще раз работать, да, может быть, талантливый не будет, не все же играют, талантливый, но на свой какой-то определенный уровень за счет большого желания, характера, то, что в начале Рамазан сказал, вот это та формула, которая, одна из формул, которая вам может рассчитывать, опять-таки, на какой-то конечный результат, а какой конечный результат, это вы сами уже для себя должны определить, кто-то ставит задачу попасть в ФНЛ или же Анжи, неважно, в какой команд. Я добавлю даже, мы общались, у нас был также по видеосвязи игрок сборной Данил Глебов, который рассказывал, что будучи еще ребенком, ну, почти, уже мальчишкой, он приехал в Махачкалу, неизвестный ему регион, где мама, папа остались в Москве, и здесь он с первых минут начал себя показывать, начал проявлять свой характер, свою харизму, да? Мне ты можешь не рассказывать, потому что я был у него тренером в это время. Тем более, да. Я могу много чего про него рассказать, но... Причем он такой хулигалистый был? Один простой пример. А вот он, почему, ну, локомотив не будем трогать, вот он приехал к нам, он парень, вроде бы, да, тот же у нас как, приехал с России, как-то он будет тушеваться. Одно из условий его прибытия в Академию Анжи, это было то, что он должен обязательно устроиться и учиться в школе. То есть он просто, я не хотел, я не хочу учиться. Вот парень сидит, Даня, он говорит, я не хочу учиться. Стоп, парень, так не пойдет. Или ты учишься, или ты отсюда уходишь. Все, ультиматуму такого. Да, да, хорошо, я буду учиться. его устроили в школу в Каспийске. Его устроили в школу в Каспийске. Буквально прошло неделю. Оттуда пошла жалоба. Он за эту неделю, Даник, ты прости, если что, какую-то тайну рассказывай, да, но я возьму на себя эту ответственность. Через неделю проходит в Академию на имя директора письмо, звонок, что вот такое-то дело на вашего воспитанника Данила Глебова там депеша, как угодно. Он за эту неделю успел сдружиться со всеми хулиганами, да, непростыми. Он у них уже был как свой. Он в классе сидел на последней партии вместе с этими непростыми людьми. И вел себя так, как будто в этой школе с детства учатся. Влился. Да. И он очень легко влился в команду, очень легко. То есть этот парень, если есть характер, вот он проявляется во всех аспектах. То, что он сейчас играет, это продукт его характера, желания. Он не останавливался перед проблемами. Он пахал, он пришел вот такой чуть ешистый, все. Но как бы то ни было, он поймал ту золотую рыбку за счет своего трудолюбия и его она начала туда вытаскивать. Сегодня даун игрок. Мне приятно просто, что какую-то часть времени мы его тренировали. Мне уже непосредственно вы, Анзор, благодарю за сегодняшний эфир. Очень приятно вспомнить прошлые времена и поговорить о нынешнем. Очень приятно. Также мы поздравляем Наталью с дебютом. Спасибо. Весьма удался продолжать, когда представится возможность. Буду надеяться. Да, ну а с вами телезрителям мы на этой ноте прощаемся. Благодарим, что были с нами и до встречи, до следующей недели. Пока-пока. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok